Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина, если вы зашли ко мне впервые. Сегодня у меня возникло желание снять видео на тему покупок из магазина Литуаль. Если вам интересно узнать, что я там себе приобрела, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Заваривайте кружечку чая. Надеюсь, данное видео для вас будет интересным и полезным. И, конечно же, если вам будет со мной интересно, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить свежее видео. Ну что, поехали разбирать, что у меня в этом пакетике. Первое, что хочу сказать. У меня все с каждым разом, как я посещаю этот магазин, у меня все меньше и меньше. Остается желание вернуться в данный магазин, потому как есть на это несколько таких моментов, которые меня дико-дико раздражают. И на самом деле, это, знаете, может быть, я какой-то капризный покупатель, может быть, я какой-то покупатель со странностями. Но мне дико неприятно наблюдать тот момент, то, что за мной, и, может, если у вас такое встречается, с вами такое происходит, тоже дайте мне знать. Мне интересно знать, я такая одна или нас хотя бы несколько человек. И сейчас я вам говорю о том, что вот лично мой опыт, когда я прихожу в магазин «Литуаль», у меня это происходит примерно так. Я прихожу в магазин «Литуаль», и за мной цепляется какой-то охранник. И он постоянно где-то находится рядом. Я не думаю, что я отношусь к такому типу людей, психотипу людей, который, тот человек, который сможет что-то навредить, украсть там, либо сломать. Я не думаю, что когда на меня смотришь, вот именно у охранника, складывается такое впечатление. Но они от меня никуда не отлепляются. Именно в магазине «Литуаль». Также, знаете, я хочу вам сказать, что меня не устраивают, как там работают продавцы-консультанты. То есть, они, знаете, у меня складывается такое впечатление, что когда ты туда приходишь, и ты покупаешь не за свои деньги, да, к примеру, а такое впечатление, что ты берешь у них взаймы. И в связи с этим у них такое выражение лица. То есть, как бы, меня это дико раздражает. Правда, раздражает. Мне хочется прийти в магазин косметики, увидеть там улыбающуюся, по крайней мере, девушку, которая грамотно проконсультирует, красиво обслужит. И, конечно же, по итогу она какой-то приятный презент вложит мне в пакет, там, я не знаю, журнал, какие-то пробники для того, чтобы я могла распробовать продукцию. То есть, это, знаете, неотъемлемая часть, так скажем, моего похода в магазин. Я не спрошу, чтобы мне накидали там, извините, целый пакет пробников, и я такая оттуда умная матрёна, счастливая, поскакала. Нет, ну хотя бы несколько пробников из люкс-сегмента, я думаю, магазин Ритуаль, сетевой магазин Ритуаль. Он себе этого может позволить, чтобы, по крайней мере, покупатели оставались довольны, и они к ним возвращались, приходили. Ну так вот, в этот раз, когда я пришла в магазин Ритуаль, абсолютно всё то же самое произошло. И, несмотря на это всё, мне дико хотелось кое-что там приобрести, мне это очень сильно нужно было. Слушайте, три минуты болтаю о том, насколько я недовольна покупатель, но мне хочется с вами об этом поговорить, потому что для меня это наболевшая тема. Ну правда, уже как-то мне это становится с каждым разом всё неприятно и неприятно. Ну так вот, и в этот раз, когда я пришла в магазин Ритуаль, картина была абсолютно такая же, и по большому счёту я сама себя обслужила. То есть я пришла, почитала там на баночках, какие-то хотела. Если я, допустим, этот продукт видела впервые, я пыталась это как-то загуглить, узнать, что мне там скажут, окей, гугл, либо окей, серии, да. И вот как-то вот так вот. И у меня тут собрался пакетик тех продуктов, на которые мне очень хотелось попробовать, и на которые, к сожалению, я не нашла никакие отзывы, но мне очень сильно хотелось попробовать. И увы, ах, я не попала на эти замечательные скидки акции, но, мне ещё раз говорю, мне хотелось это приобрести. Первое, что я всегда покупаю, и что у меня закончилось, я давно уже не покупала себе, это дезодорант от Нивея. Это у меня жемчужная красота, красивая кожа с экстрактом жемчуга. Приятный, приятный пудровый аромат. Я сколько раз уже говорила, что для меня дезодоранты Нивея, это дезодоранты, которые, знаете, вот если, я не знаю, какой мне дезодорант себе купить, да, либо я там размышляю как-то. У меня зачастую просто рука тянется вот к таким вот дезодорантчикам от Нивея, и они меня абсолютно устраивают. Так что, как-то вот так вот, я не потею, простите, как конь, и с меня 33 ручья не бежит, и поэтому, как бы, в принципе, меня вот этот дезодорант спасает от ежедневной носки. Весной, летом и зимой, осенью я пользуюсь дезодорантами Нивея, они меня устраивают. То есть, цена-качество очень даже хорошее получается. Следующее, что я там прикупила, у них кибельники, ну, где-то. Я купила там вот такую вот, кто это у нас, точилка для карандашей. Здесь идет большое отверстие и маленькое отверстие. Это простая точилка, знаете, плюс этой точилки заключается в том, что снимается верхняя крышка и снимается нижняя крышка. Мне очень понравилась цена у нее по сравнению с тем карандашом, который, карандашом, точилкой, которую я купила на сайте доктор Пьер Рикаут. Это оказалась даже вполне бюджетненькая такая точилка. Сейчас я ее во всю пользуюсь, и я вам ее тоже могу порекомендовать. Очень хорошая точилка. И оказывается, девчонки, сделайте себе заметку и пометку о том, что точилочки у них представлены в таком вот цвете и в розовом цвете. Так вот, точилки в розовом цвете оказываются дороже на 40 рублей, так что имейте в виду. Вот эта стоила точилка 131 рубль, а точилка розовая, она стоит у них 171 рубль, по-моему. Так что я выбрала вот эту, потому что, ну, не хотелось мне как-то платить больше за точилку. Точилка мне понравилась. Достойная точилка, очень хорошее лезвие и удобно им подтачивать карандаши. И следующее, что я покажу. Так, и следующее, что я буду показывать, это будут маски для лица. И если вы этими масками пользовались, конечно же, и если вы этими масками пользовались, то тоже мне дайте знать. Так, у меня их здесь вот такое вот множество, так что начну по порядку с каждой. Так, первая маска, на которую у меня упал взгляд, это фирма Beauty Formula. Называется она Кукумбер, это огурчик. Маска с огурчиком, здесь 100 миллилитров. И производитель нам обещает, та-да-да, это просто маска огуречная с глиной 3 минуты. Ничего здесь производитель не обещает, тут ничего не написано. Но, я так предполагаю, она должна творить какие-то за 3 минуты очень хорошие действия с лицом. И я не помню, девчонки, я выбросила чек, я не помню, сколько она стоила. Если что, если получится, я, конечно же, ссылки оставлю на их интернет-магазин. Хотя не буду я оставлять ссылки на интернет-магазин, я просто погуглю и вам куда-нибудь здесь напишу цену. Так вот, эта маска 3 минуты, 100 миллилитров, ее прикупила, конечно же, буду тестить и вам в дальнейшем расскажу. Но это удивительно, то, что здесь не написано, что она делает. Реально, ничего не написано. Огуречная маска с глиной, все, девчонки. То есть, как бы, имейте в виду, но это, предполагаю, она должна хорошо увлажнять. Так что, вот такая вот масочка. Следующая маска, вот эту, кстати, маску мне посоветовал продавец-консультант, когда она увидела то, что я стою возле этих масок. Она мне сказала, что вот именно вот эту маску, это самая популярная маска, которая разбирается в их отделе-магазине, да, именно в их магазине. Эта маска у нас идет, это тоже бьюти-формула, маска с активированным углем. Все, маска из глины с активированным углем. И она мне сказала, что, мол, очень круто очищает черные точки, убирает все воспаления, она очень-очень здоровская, хорошо-хорошо очищает. Так что я не... Вы знаете то, что я люблю глины. И я решила то, что, а почему бы не попробовать купить себе вот такую масочку. Так что буду пробовать. И, конечно же, если вам интересно, чтобы я просто сняла дальнейшим обзором об этих масках, как я снимала о масках Вилента, вы мне дайте знать. Я вам просто одно видео соберу и по-быстрому о каждой расскажу. Либо вам подетально о каждой маске расписать, рассказать и как-то вот, чтобы было интересно. О каждой масочке поэтапно, как ее наносишь, как она выглядит. То есть вы мне пишите все, чтобы я могла определиться, что вы, собственно говоря, хотите увидеть потом от меня, какой обзор на эти маски. Так что вот так вот, такая вот маска с глиной. Кстати, это производство идет все, я так понимаю, Англия, да? Это английское качество должно быть. Посмотрим. Так, следующая маска, которая мне попадается, тоже трехминутная. Эта маска у нас идет с зеленым чаем. Это маска с углем. Маска глубокой очистки для лица написана просто. Да, все. Ну, наверное, это тоже глиняная маска для лица, трехминутная. Еще раз вам говорю, это вы представляете, я просто покупала маски, потому что, во-первых, меня никто не мог проконсультировать, и сейчас я с вами вот такая вот сижу. То есть мы будем вместе с вами изучать, что это за продукция, с чем ее едят и стоит ли ее покупать. Вот такая вот масочка, тоже 100 мл, трехминутная, с зеленым чаем. Так что масок лишними не бывает, трехминутные они нужны, так что, девчонки, вот так что вот так. И еще одна маска, мне понравилась честно упаковка. Вот так вот она выглядит, и мне почему-то, знаете, так как я сладкоежка, мне показалось, что это что-то должно быть с шоколадом. Но я просто уже, знаете, такая, то, что у них там 4 маски, по-моему, представлены в этих линейке бьюти формулы, я так сразу же все закинула себе, потому что сказала, хочу себе новые маски. Ну так вот, эта маска у нас оказалась, маска для лица грязевая, для глубокого очищения кожи. Девчонки, это что-то должно быть вообще просто бомбическое, потому что грязи, они всегда мега крутые, просто работают на лице. Да и вспомним только грязи мертвого моря, да, там считают, что это сумасшедшая, хорошая грязь. Но вообще, собственно говоря, глина, это тоже своего рода грязь. А тут как бы посмотрим, как она поработает. Тут тоже 100 миллилитров, тоже Англия. Очень интересно узнать, как они работают. Срок годности каждых этих масок после вскрытия идет 12 месяцев. Поэтому, девочки, я их сейчас открывать не буду и не буду смотреть, какая у них текстура, лишь потому что я буду снимать, и как вы захотите отдельно, может быть, обзором на каждое, вы все наглядно сможете посмотреть, и мы с вами решим, какие маски стоят покупать, какие нет. А так как срок годности после вскрытия 12 месяцев, боюсь то, что я не успею все это быстро потестить, чтобы понять точно, чтобы правдиво сделать о них мнение. Так что вот так, вот такие вот крутые масочки пока я себе купила. И мне кажется, они не стоили, ну, мне кажется, данные маски, они не стоили выше 400 рублей, девчонки, насколько мне помнится. Почему я, собственно говоря, их нахватала? Потому что дико классный объем 100 миллилитров, срок годности 12 месяцев, и везде, что это глиняные маски. Так что вот так вот, девчонки, такие у меня были покупки, ребята, в магазине Витуаль. Конечно же, интересно узнать ваше мнение об этом магазине, покупали ли вы себе такие масочки. Собственно говоря, в общем, я вам в течение видео уже рассказала, что я хочу от вас услышать, какие вы хотите, чтобы я на них сделала обзоры, и как лучше, и как вам будет интереснее. Всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить там какие-то интересные моменты, потому что зачастую есть такой грешок за мной, то, что какие-то продукты, когда я начинаю тестить, первое впечатление, первые прям вот эти эмоции я, конечно же, с вами делюсь именно там. Ну так что буду с вами прощаться, увидимся с вами в скором будущем новом видео. С вами была ваша Ирина, всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. До новых видео всем, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok